МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Алексеевна Шарафанович, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, заведующая хирургическим отделением микрохирургии глаза в городе Бресте. Стаж работы в офтальмологии более 20 лет. Сфера профессиональных интересов. Диагностика глазной патологии, катарактальная хирургия, хирургия глаукомы, хирургия косоглазия, эстетическая хирургия ВЕК. Участник республиканских и международных офтальмологических конференций, член Белорусской ассоциации врачей, отличник здравоохранения Республики Беларусь. Светлана Алексеевна, сегодня Вы в нашей рубрике выступаете в роли эксперта. И мне бы хотелось узнать у эксперта, как современный ритм жизни влияет на здоровье людей, в частности, на зрение. Хочется сказать, что современная жизнь диктует большие, высокие потребности к качеству зрения, которое во многом определяет качество всей нашей жизни и интеграцию в обществе. Население от молодого возраста до заметно зрелого ведет активный образ жизни. Это вождение автомобиля, чтение, работа с электронными гаджетами. И, конечно, здесь уровень зрения определяет во многом качество жизни. Нужно сказать, что, с одной стороны, высокая зрительная нагрузка ведет к прогрессированию зрительной патологии, росту близорукости, астигматизма. Высокая продолжительность жизни может приводить к повышению возрастной патологии глаз, такой, как катаракта, глоукома, дистрофия сетчатки. Но, с другой стороны, современные тенденции в медицине и технологии позволяют все больше нам оказывать качественно и помогать людям при патологии органов зрения. Чаще всего в своей работе врачи-офтальмологи сталкиваются с такой патологией, как катаракта. Катаракта – это любое помутнение хрусталика или его капсулы в глазу человека. Она может быть как возрастная, так и осложненная, связанная с другими заболеваниями или изменениями глаза или организма в целом. Травма, увеит, глоукома. Хрусталик – это естественная прозрачная собирательная линза в глазу, которая фокусирует изображение на сетчатке. При катаракте свет, входящий в глаз, не достигает в полном объеме глазного дна и изображение становится нечетким. К сожалению, консервативного лечения катаракты в настоящее время не существует. Бытует мнение, что катаракту следует зреть. Это миф или реальность? Нужно сказать, что зреть катаракту, конечно же, не стоит. Современные технологии позволяют удалить абсолютно прозрачный хрусталик и до бурого плотного. Чем плотнее катаракта, тем больше помутнение хрусталика, тем, конечно, выше риск осложнений. Нужно сказать, что профессионализм наших врачей и уровень аппаратуры позволяет, конечно, справиться со всеми сложными ситуациями. Но я думаю, что рисковать не стоит. Светлана Алексеевна, как я поняла, если есть такое заболевание, как катаракта, нужна операция. С чего начать пациенту? Нужно начать, конечно, с прихода в нашу клинику. Перед операцией и любым вмешательством врач-офтальмолог полностью обследует вас офтальмологически. Кроме катаракты в глазу может обнаружиться другая сопутствующая патология. Это глоукома, дистрофия сетчатки. Как известно, глаз – это орган-мишень многих заболеваний серьезных, системных, таких как сахарный диабет, гипертония, системный атеросклероз. И это все может отложиться на послеоперационном результате. После показаний к операции нужно определиться, конечно, с выбором хрусталика. Мы работаем с мировыми лидерами офтальмохирургии, такими как английская фирма Райнер и американская фирма Алкон Навартис. Можно после предоперационной подготовки предложить вам как монофокальные интраокулярные линзы, так и мультифокальные. При наличии роговичного стигматизма предлагаются обычно торические интраокулярные линзы. При имплантации монофокальной линзы зрение полностью восстанавливается вдаль. На близком расстоянии для чтения, письма, работы с компьютером нужно пользоваться небольшими плюсовыми очками, пресбиопическими, как говорят, по возрасту. Если мы имплантируем мультифокальную линзу, то она нам дает в результате стопроцентное восстановление зрения вдаль и на близком расстоянии. То есть это нам дает полностью избавление от очковой коррекции. Значит, если я плохо вижу вблизи, значит, вы мне не сможете помочь? Мы обязательно сможем, Лариса Владимировна, вам помочь. Даже при отсутствии такого диагноза, как катаракта, операции делаются для замены хрусталика, для того, чтобы снять очки на близком расстоянии. Это зависит от того, какой вы образ жизни ведете, какая профессия. Лектор, вы педагог, дальнобойщик, охотник, журналист. Да, во многом в нашей жизни очковая коррекция иногда не помогает, а мешает образ жизни. Поэтому мы можем все ваши проблемы решить заменой вашего природного хрусталика на мультифокальный хрусталик. Все чаще врач и пациент выбирают метод коррекции и избавления от всех видов очков путем замены хрусталика даже при отсутствии диагноза катаракта. Метод рефракционной лензэктомии заключается в удалении еще прозрачного природного хрусталика и имплантации в глаз интраокулярной линзы заданной и точно рассчитанной рефракцией, которая исправляет все особенности строения глаза – близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопию – и позволяет навсегда избавиться от очков. Таким образом, в работе врачей-офтальмолога в клинике «Новое зрение» соблюдается строго персональный подход к каждому пациенту с учетом его образа жизни, пожеланий, особенностей строения глаза и финансовых возможностей. Непосредственно перед операцией каждый пациент проходит общесоматическое обследование и осматривается врачом-анестезиологом для того, чтобы выявить возможные противопоказания во время операции или риски осложнений. Светлана Алексеевна, а как проходит операция? Страшна ли она? Болезненна ли она? Могу успокоить вас, Лариса Владимировна. Операция проходит безболезненно, непродолжительно. Во время захода пациента в операционную и выхода его длится от 10 до 20 минут. То есть в среднем 15 минут. Операция делается бесшовно через маленькие прокольчики-разрезики 2,2-2,4 мм. Мягкие интерокулярные линзы позволяют делать операции без накладывания швов, что гарантирует быстрое восстановление зрения в послеоперационном периоде. Продолжительность операции в основном зависит от состояния пациента и от строения его глаза. В послеоперационном периоде нужно закапывать два вида капель. В течение одного месяца по определенной схеме являться на контрольные осмотры к врачу-офтальмологу. Нужно отметить, что все контрольные осмотры в течение месяца в нашей клинике абсолютно бесплатны. Через месяц снимаются все ограничения, такие как по подъему тяжести, посещение саун и бассейн. То есть человек приступает к обычному своему образу жизни. Иногда в отдаленном послеоперационном периоде развивается фиброз или помутнение капсулы хрусталика природного, который сам мутнеет. Зрение может немножко тускнеть. Эта проблема решается при помощи яг-лазерной дисцизии. Пленочка рассекается и зрение полностью возвращается пациенту, можно сказать, как в молодом возрасте. Хирургия катаракты и замена хрусталика с рефракционной целью – современный и безопасный вид офтальмохирургической помощи, который тщательно отшлифован в клинике «Новое зрение». А потому, если вы устали от очков и не можете сохранять активный привычный ритм жизни, обращайтесь в «Новое зрение». Высококвалифицированные специалисты, медсестры и врачи ответят на все волнующие вас вопросы и помогут решить ваши проблемы со зрением. И это не миф. Это реальность. Илья Петрович Снопок – врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза в городе Бресте. Стаж работы более 10 лет. Сфера профессиональных интересов. Рефракционная хирургия. Функциональная диагностика сложной глазной патологии. Проблемы патологии глазного дна. Лазерное лечение патологии сетчатки и переднего отрезка глаза. Консервативное лечение глазных болезней. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии регулярно стажируется в офтальмологических клиниках Швейцарии, Англии, Литвы и Украины. Илья Петрович, полгода активной работы клиники «Новое зрение» в Бресте. Можно подвести своеобразные итоги? Да, уже можно подводить итоги, несмотря на то, что клиника работает всего лишь 6 месяцев. Обычно начальный этап развития клиники – это порядка года. То есть мы идем с опережением графика примерно в 2 раза. Количество пациентов, которых мы обследовали и прооперировали, уже идет не на сотни, а уже даже на тысячи пациентов. В связи с востребованностью услуг клиники и такому повышенному вниманию со стороны пациентов у нас расширился штат. Мы набрали двух докторов. Это катарактальный хирург Шерафанович Светлана Алексеевна и врач диагностики Бортасевич Олег Владимирович. На данный момент основные направления работы клиники – это катарактальная хирургия, лазерное лечение аномалий рефракции и лазерное лечение патологии сетчатки. Клиника укомплектована полным набором самого современного оборудования для того, чтобы любому пациенту, который к нам обращается, дать ответ на вопрос «Что с моим зрением и как мне дальше поступить?». Клиника всегда старалась дать пациенту максимальный уровень комфорта. Это отсутствие очередей, запись на диагностику день в день по обращению. Сейчас будет изменен график работы. Мы будем работать 7 дней в неделю с 9 часов утра до 7 часов вечера. Это еще более удобно для пациента. Да, для пациента. То есть теперь они могут записаться в выходные дни, им не нужно отрываться от рабочего процесса. Вся хирургия у нас носит строго амбулаторный характер, никакой госпитализации. Пациент минимальное время проводит в клинике. То есть сама диагностика – это полтора часа. Оперативное лечение катаракты от 15 минут до 25 минут. Лазерная коррекция зрения 5-7 минут в зависимости от того, как пациент переносит операцию. Отдельно хочется отметить, что помимо высочайших стандартов оказания хирургической помощи, клиника берет на себя обязательства по послеоперационному ведению пациентов. Пациент может, в принципе, неограниченное количество раз, если его что-то очень сильно беспокоит, обращаться для контрольных осмотров. Илья Петрович, а что дает подобный подход? Подобный подход позволяет нам дать пациенту стабильный результат и остроту зрения, близкую к единице, на долгие годы. Передовые технологии по коррекции зрения уже на службе у брещан. Специалисты клиники «Новое зрение» в городе Бресте задают тон всей офтальмологической помощи в регионе. Главному правилу – предоставление пациентам самого лучшего, что есть в современной офтальмологии, профессионалы нового зрения следует неукоснительно. Редактор субтитров А.Семкин